Как оказалось, Украина очень богатая страна, ибо наше отечество может позволить себе содержать абсолютно бесполезные органы, питающиеся за счет государственного бюджета, то есть за счет налогов и платежей простого народа. В свое время реформа правоохранительной системы заключалась в том, чтобы ликвидировать управление по борьбе с организованной преступностью. Якобы служба дублировала функции других органов, хотя было и мнение, что Бог просто кому-то очень сильно мешал. Зато в новейшей истории Украины были созданы сразу несколько структур, которые ни разу не дублируют ни друг друга, ни своих соседей. Антикоррупционное бюро, специализированная прокуратура, Национальное агентство по предупреждению коррупции и другие. А в планах еще и создание Государственного бюро расследований. И все эти и другие органы кушают из госбюджета, и аппетиты у них очень нескромные. Отдельной строкой хотелось бы выделить прокуратуру Республики Крым, которая базируется в Киеве. Само местонахождение этого органа уже вызывает вопрос. Но даже не это главное. Итак, обо всем по порядку. 12 июня 2014 года прокуратура Автономной Республики Крым была передислоцирована в город Киев. С 29 августа 2014 года по 19 августа 2016 года должность прокурора АРК Крым занимал легендарный прокурор-миллионер Синчук. Приказом генерального прокурора Украины от 22 августа 2016 года прокурором назначен уроженец Азербайджана Мамедов. В сентябре 2016 года по ходатайству прокурора так называемой автономии, приказом генерального прокурора Украины реорганизована структура прокуратуры АРК. А теперь внимание! Увеличен ее штат и отдельные структурные подразделения прокуратуры передислоцированы в город Херсон. Это обусловлено созданием главного управления службы безопасности Украины в АРК Крым, который размещается в городе Херсоне. 31 марта 2017 года при участии генерального прокурора Украины Юрия Луценко и прокурора АРК Крым Гендуз Мамедова состоялось открытие главного офиса прокуратуры автономной республики Крым. Офис находится на улице Деловой 24 в Шевченковском районе Стабицы. А теперь отгадайтесь трех раз, за чьи средства этот офис строился. Приоритетными же направлениями работы прокуратуры АРК Крым является расследование преступлений против основ национальной безопасности и военных преступлений. Сразу после начала работы ведомства в изгнании была утверждена штатная численность этой прокуратуры в количестве 74 сотрудников. Тогда на нужды виртуального подразделения, задача которого состоит в фиксации преступлений, дабы после возвращения Крыма наказать всех виновным, был выделен годовой бюджет в размере 7 миллионов гривен. По состоянию начала 2015 года структурой и штатным расписанием прокуратуры АРК Крым было предусмотрено 19 структурных подразделений, в которые входили 74 должности. Из них 53 должности прокурорско-следственных работников, 15 должностей государственных служащих и 6 технических работников. Фактически работало 60 сотрудников, из них 44 оперативных работника, 13 государственных служащих и 3 технических работников. Структурой штатное расписание прокуратуры АРК Крым по состоянию на 1 июня 2015 года было уменьшено до 16 структурных подразделений, в которые входят 45 должностей. Из них 33 должности оперативных сотрудников, 10 государственных служащих и 2 технических работников. Фактически работало 43 сотрудника, из них 33 прокурорско-следственных, 10 государственных служащих и двое технических работников. В целом прокуратура АЭР Крым претерпела 4 волны сокращений, в том числе связанных с реформой органов прокуратуры. Сейчас в штате Крымской прокуратуры осталось всего 25 должностей оперативных работников. И еще работает 10 человек вспомогательного штата, водители, бухгалтера, уборщики. По словам бывшего исполняющего обязанности прокуроры АЭР Крым, а ныне руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, в ведомстве не осталось работать ни одного крымчанина. Большая часть из них присягнула России, а другие уволились из органов из-за нежелания служить новым властям. Изначально было всего 5 сотрудников прокуратуры родом из Крыма, которые пожелали работать в ведомстве под украинской юрисдикцией. Но позднее они отказались от этой инициативы и уволились по собственному желанию. Как говорит Холодницкий, большинство прокуроров соблазнили зарплатой, ведь рядовой представитель прокуратуры в марте 2014 года в Киевской области получал зарплату 500 долларов по курсу 8. А в российской прокуратуре у них была зарплата 2-2,5 тысячи долларов. Мотивы у прокуроров оставшихся работать в Крыму достаточно разные. Но в основном все сводится к материальной составляющей и родственным связям, ведь там у них уже насиженное место, дом, квартира, дача и другие блага, а также семья, родственники и друзья. Многие из них уважаемые люди у себя в городах, а в другом месте все необходимо начинать с нуля. Свою работу прокуратура АР Крым в изгнании начала фактически с чистого листа, ведь ни одного дела ранее расследованного прокуратура так и не получила. В Крыму осталось около 30 тысяч уголовных дел, которым нет доступа с материковой Украины. Чем же занимается прокуратура Автономной Республики Крым? В одном из последних интервью прокурор АРК Гендуз Мамедов сообщил, прокуратура возбудила более 60 уголовных производств по фактам нарушений прав человека в Крыму, в которых потерпевшими выступают более 150 граждан. Мы не оставляем без внимания все эти факты. Прокуратура Автономной Республики Крым в настоящее время осуществляет процессуальное руководство более чем 60 уголовных производств по фактам нарушений прав и свобод граждан на временно оккупированной территории Крыма, и в них потерпевшими выступают более 150 украинских граждан, сообщил Мамедов. По его словам, прокуратура собирает доказательства о якобы незаконных действиях правоохранительных органов, созданных в Крыму после 2014 года. Речь идет о приобщении к материалам производства процессуальных документов, согласно которым наши граждане незаконно лишают свободы, ограничивают в других основных правах и свободах, закрепленных Конституцией Украины. По всем указанным уголовным производствам допрошено более 50 свидетелей, отметил прокурор АРК. Он подчеркнул, что к материалам этих уголовных производств приобщается большое количество информации из сообщений в СМИ, а также материалы по результатам работы с общественными, правительственными и международными организациями. Как рассказал Мамедов, невозможность проведения прокуратуры АРК следственных действий непосредственно в Крыму компенсируется работой размещенного на сайте прокуратуры АРК реестра фактов нарушений прав и свобод граждан на территории Крыма. Этот сайт уникален тем, что любой человек может зайти на него и дополнить своими фактами. Работа подразделений прокуратуры АРК по большей части бумажная. Очень много информации черпается из интернета и сообщений в СМИ. Также очень сложен и факт доказывания причастности того или иного лица к совершению преступлений, проведения следственных действий. Кроме этого, у прокуратуры Крыма практически нет возможности давать поручения поднадзорным ведомством, МВД, СБУ, Фискальная служба. Ведь из всех служб, которые раньше работали на территории Крыма, на материк перебрались только отделения налоговиков, которые расположены в Геническе и подразделения национальной полиции в Крыму и Севастополе, обосновавшиеся в Одессе. Как правило, в факте нарушения конституционных прав граждан Крыма сотрудники прокуратуры находят в СМИ, затем проверяют их, вносят в реестр и начинают расследование. Попрочем, у любого здравомыслящего человека должны возникнуть несколько вопросов. Оправдает ли себя когда-нибудь финансирование работы прокуратуры АРК Крым в изгнании или виртуальная работа будет приносить только виртуальные результаты? Почему большинство сотрудников прокуратуры Крыма остались работать на полуострове? И нет ли в этом вины украинской власти, которая не смогла создать необходимые условия для достойной жизни своих прокуроров?